Все, 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 спасибо. Спасибо. Дим презентацию, Ирина Борисовна Борисовна. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Перед началом моего доклада я хотела бы поблагодарить коллег из других библиотек, которые предоставили сведения для включения в этот доклад. Это Нина Петровна Буданова из Санкт-Петербургской театральной библиотеки, Екатерина Сергеевна Хохлова из Библиотеки киноискусства Эйзенштейна и Наталья Валерьевна Ноклина из Библиотеки Уральской государственной архитектурно-художественного университета. Как известно, к традиционным ресурсам относится справочно-библиографический фонд, каталоги и картотеки и архив выполненных справок. В настоящем докладе будут рассмотрены предметные каталоги и картотеки библиотек по искусству, а также подборки газетных вырезок, как отдельная часть справочно-поискового аппарата. Доклад базируется на ресурсах разных библиотек искусств, разного подчинения от Федеральной российско-государственной библиотеки, искусств до библиотек вузов и музеев. Предметные каталоги и тематические картотеки являются одними из наиболее ценных традиционных ресурсов отраслевых библиотек, в том числе библиотек искусств. Исследователи в сфере искусства заинтересованы в ретроспективном материале, в связи с чем информационная ценность таких традиционных ресурсов трудно переоценить. Обратимся к терминологии. Анализ современных учебных пособий библиотечных стандартов показал, что четкого определения понятия картотека не существует, а в современных ГОСТах по библиотечно-информационному делу это понятие не встречается. В учебнике по справочному поисковому аппарату дано очень обтекаемое определение, которое вы видите на экране. Более четко особенности картотек выделены в сборнике 1982 года каталоги картотеки крупнейших библиотек Москвы, где выделены такие особенности, что в картотеках не всегда указан конкретный библиотечный фонд или шифр, может быть дана информация по источникам отсутствующих фондов данной библиотеки и также, что картотеки включают наряду с описаниями книг и других видов изданий аналитические описания. Нужно сказать, что анализ предметных каталогов и тематических картотек показал, что аналитические описания очень часто встречаются также в предметных каталогах, а описания журнальных и газетных статей в разных библиотеках отражены в разных ресурсах. Где-то это картотеки, а где-то это предметные каталоги. Тем не менее, отличительной чертой картотек является именно включение библиографических дописей на документы, отсутствующие фонды конкретной библиотеки и отсутствие шифр. Анализ показал, что очень редко в картотеках отражены газетные статьи. Чаще всего в библиотеках по искусству эти статьи изгруппированы в папки по теме, но мы и не отражены в справочном аппарате, а эти папки можно считать отдельным условно-полнотекстовым элементом справочно-поискового аппарата. Также во всех библиотеках по искусству, как правило, присутствуют исторические картотеки. Это или картотеки, созданные в определенный период под какую-то задачу, или личная картотека театроведа, музыковеда, искусствоведа, переданная в библиотеку и представляющая ценность именно как отдельный раздел справочно-поискового аппарата, связанный с определенным лицом, которое ее вело. Также есть картотеки отдельных видов документов, например, нот из изданий, пластинок или, например, картотека ПКЕС со своими поисковыми особенностями. На сегодняшний день каталоги и картотеки – это наименее известная часть справочно-поискового аппарата от висковых библиотек, и часто подробная информация о них отсутствует на сайтах, а в самих библиотеках они находятся вне читательских зон и доступны только через библиографом. Анализ показал, что в красточной форме справочно-поисковый аппарат сложился, как правило, в 30-е годы. Картотеки в большинстве библиотек велись до середины 2000-х годов, где-то ведутся до сих пор, но в большей части они законсервированы, и вместо них ведутся электронные библиографические базы данных. Как правило, источником библиографической записи была роспись, которая проводилась непосредственно в библиотеках, как текущая, так и ретроспективная, и, как правило, аннотированная. Если использовались карточки книжной палаты, то они значительно дорабатывались, добавлялись аннотации и неоднократно демплировались. Поисковые возможности предметных каталогов и картотек, безусловно, превосходят возможности поиска по пособиям государственной библиографии. Назовем факторы, определяющие информационную ценность данных ресурсов. Это многократное дублирование библиографических записей, наличие содержательных аннотаций, большой хронологический охват, как показала анализ картотек разных библиотек. Почти во всех включены записи на дореволюционный материал, начиная примерно с 1830-х годов. Включение записей на издания на иностранных языках и на издания, отсутствующие в фонде. И эти особенности, определяющие их информационную ценность, как раз и определяют сложности перевода в электронный вид. Также, как правило, в библиотеках искусственно окоплены картотеки с большим объемом библиографических записей. Например, в отделе научной информации РГБИ 14 картотек, общий объем которых более миллиона записей. И также в РГБИ есть предметный каталог, объем которого более 500 тысяч записей. И кроме этого, есть отдельные картотеки в отделе изобразительных материалов и справочная картотека к фонду газетных вырезок. Нужно сказать, что картотеки и предметные каталоги имеют историческую ценность и являются памятником развития библиографической мысли определенного этапа. И в то же время они сохраняют цену как ресурс для обслуживания читателей. Как уже говорилось, особенности картотек определяют их сложный перевод в машиночитаемую форму, поскольку в базах данных используется принципиально измененная по сравнению с традиционными карточными и печатными ресурсами структура, правила и технологии библиографических записей. Как правило, в электронных каталогах и базах данных используются уже другие формулировки большинства рубрик, а включение в картотеки издания библиографических записей на издания отсутствующих в фонде, что является ценным библиографическим ресурсом, создает дополнительную сложность, так как в большинстве электронных каталогах уже внедрена услуга электронного заказа издания и электронного заказа в фонде. Также определенную сложность создают и разные системы индексации в разных каталогах, картотеках внутри одной библиотеки, рукописные записи и сокращение названий источников. Существует несколько форм, как прямого перевода картотек в электронную форму, это создание имидж-каталога, при этом конверсия и ретроспективная каталогизация, так и альтернативные, если можно так сказать, формы использования электронных ресурсов, которые могут помочь найти информацию, имеющуюся в картотеках и каталогах в карточной форме. Рассмотрим эти виды. Создание имидж-каталогов на сегодняшний момент является самой ранней формой перевода карточных каталогов в электронную форму. Она применима для любых типов каталогов и картотек, но имеет и существенные недостатки. Отсутствие связи с электронными каталогами, базами данной библиотеки, другая система построения поискового выражения, и, как показала практика, читатели практически не осваивают самостоятельный поиск по таким ресурсам. Тем не менее, на сайтах библиотек искусств представлены ряд каталогов, которые переведены в электронную форму этим способом. Это каталог нот и книг библиотеки имени Танеева Московской консерватории. Это алфавитный каталог, но также он включает и аналитические записи, это описание произведений и спорников. Каталог нот и грамм записи Российской государственной юношеской библиотеки и предметные каталоги. Это предметный каталог Российской государственной библиотеки искусств. Он включает документы по зрелищным искусствам, изобразительным, декоративно-прикладному искусству и в нем отражена информация о книгах, статьях, изборниках, частях, главах и разделах книг. Он полностью оцифрован и представлен на сайте библиотеки. И также можно отметить предметный каталог государственной публичной исторической библиотеки, который не является профильным, но включает очень много информации, много рубрик по искусству. И также нужно сказать, что предметный каталог государственной публичной исторической библиотеки частично интегрирован в систему электронных каталогов. Он частично распознан. В 2021 году ряд библиотек, имеющих имидж каталоги на флеш-технологии, столкнулись с проблемой, связанной с тем, что эта технология перестала поддерживаться многими браузерами. Одной из форм сохранения таких каталогов является перевод их в HTML-формат, а сейчас их использование ограничено и для использования обязательно необходима установка определенных браузеров. Хотя эта форма перевода карточных каталогов и картотек на сегодня является наименее современной, но она позволяет сохранить эти ресурсы в их первоначальном виде, решает вопросы физической сохранности и удаленного доступа, а также имеет лучшие поисковые возможности, чем карточная форма. Другими способами являются ретроспективная конверсия и ретроспективная каталогизация. Ретроспективная конверсия, как известно, может проводиться двумя способами, это привлечение организации партнера или прямой ввод библиографических записей сотрудниками из библиотек и в большинстве библиотек именно с помощью ретроспективной конверсии в электронную форму переведены алфавитные каталоги, также и в библиотеках искусств. Однако с переведением тематических картотек и предметных каталогов возникает ряд проблем, которые связаны с теми сложностями, о которых говорилось выше. И присутствие неоднократно дублирующихся библиографических записей и записей на издания, отпутствующие в библиотеке, несоответствие рубрик. И практически это делает невозможным привлечение организации партнера для перевода таких картотек в электронную форму. Тем не менее, есть примеры, например, многих отделов искусств универсальных научных библиотек, систематические картотеки переведены вручную в электронную форму. Также есть пример в нашей библиотеке, это часть картотеки репертуар, включающий библиографические записи с 1922 по 1996 переведены в электронную форму с помощью ретроспективной конверсии. Сейчас эти библиографические записи являются частью базы данной драматургии, однако практика показала, что для успешной работы с записями необходима ручная доработка почти каждой записи, например, добавление в них шифров. Ретроспективная каталогизация – это еще более сложный способ, предполагающий создание описаний на весь массив документов заново, что практически невозможно сделать для больших картотек, в которых представлена роспись периодики, например, с середины XIX века до 2000-х годов. Но тоже есть успешные примеры реализации этого способа. Например, в РГБИ база данных «Русская драма», включающая описание драматических произведений, либрета, вышедших на русском языке на территории России до 1923 года, с помощью ретроспективной каталогизации создается, но этот проект связан с созданием библиографического указателя и репертуар русской драмы. Также в Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеке база данных «Русская драма» описывает фонд «Книжный памятник русской драмы», включающий рабочие экстемпляры Русского императорского театра до 1917 года. Но эти оба примера связаны с переводом в электронную форму алфавитных, а не тематических каталогов. Также есть пример Уральского государственного архитектурно-художественного университета, в котором научная библиотека при формировании электронного каталога практически описала весь фонд данного, расписав сборники и присвоив рубрики изданиям из фонда. Одним из частных примеров ретроспективной каталогизации может считаться создание электронных ресурсов на часть фонда, которая не была представлена в картотеках. Как раз такой частью фонда является подборки газетных вырезок. Например, в нашей библиотеке сформирована база данных газетных вырезок газетной статьи РГБИ. Она создана на базе АБИС-АПАК, интегрированную в общую систему Бастана библиотеки. Она включает библиографические описания статей со ссылками на отсканированную имиджинговую версию статьи. В дальнейшем планируется организовать полнотекстовый поиск. Сейчас переведено в электронную форму порядка 450 тысяч вырезок из разделов «Театры и персонали». Переводом занимается организация партнеров, для которой готовится техническое задание с указанием рубрик. Однако дальнейший перевод разделов «Спектакль» и тематика представляется гораздо более сложным, потому что предполагает большее количество рубрик для каждой библиографической записи. Это очень усложняет создание технического задания. Другой вариант перевода папок с газетными вырезками в электронную форму применила Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека, которая размещает эти данные в своей электронной библиотеке, в которой осуществлен полнотекстовый поиск. И также другим примером может служить база данных изобразительного материала РГБИ, который также создан на базе АБИС АПА-Глоба и интегрированной в общую систему баз данных. И она содержит описание листового изобразительного материала, гравюр, открыток, фотографии, репродукции. Раньше же далеко не все из этих документов были отражены в карточном, вставочном аппарате. Елена Борисовна, время ваше закончилось. А все закончилось? Или у меня есть еще две минуты? Нет, двух минут уже нет. Одна минута? Ну, пожалуйста. В отношении вот другая часть, в первой части я сказала прямые возможности перевода. Кроме этого, на слайде видно, что мы используем и альтернативные способы получения библиографической информации, которые не предполагают перевод картотек в электронный вид, а предполагают то, что эта информация уже находится или в полнотекстовых ресурсах, созданных непосредственно в библиотеке или в подписных базах данных. И анализ показал, что на сегодняшний момент, скажем так, очень маленький процент информации, которая находится в карточных справочных аппаратах библиотек искусств, представлено как подписных, так и в доступных через интернет ресурсов, так и ресурсов, созданных непосредственно самими библиотеками. Поэтому пока картотеки и каталоги карточные практически не переведены в электронную форму, остаются ценным, а иногда единственным источником при поиске материалов и перспективного характера. И наш анализ показал, что нам кажется наиболее перспективным с точки зрения сохранения структуры и сохранения самих ресурсов, это именно создание имидж-каталогов уже последующим переводом их в электронную форму и, возможно, когда-то, когда будут большие объемы оцифровки, уже они будут заменены. Вы завершились. Спасибо.